Несколько слов. Слушайте, а расскажите, кто спарринговал чаще всего? Смотри, смотри, спасибо Хамзату Чамаю. Хамзат Чамаю – хищник. Он очень сильно. Два спарринга провели. В Таиланде? Да, в Таиланде. Восьми раунда по три минуты. Прям жестких, прям на грани они спарринг провели. Вот вы увидели сейчас проделанную работу. В любом случае, сколько бы вы на лапах не работали, спарринг, она закрепляет проделанную работу, в которой уже человек на максимальную форму выходит, понимаете? Без спаррингов не может, хоть и супер комбинационный лаповик. Тебе нужен спарринг-партнер правильный, правильная тактика, которую ты должен выполнять в спаррингах, которые тебе в бою принесет плоды. И все у нас получилось. Хвала Всевышнего. А у Чимаева бокс получается на уровне профбоксера? Чимаев, я скажу, у него, знаете что, у него очень-очень сильно боксирует. Я вам серьезно говорю, у него удары, очень жесткие удары. Жестче, чем у Дородолу? Не знаю, Мага тоже что-то там пропустил. Ну как, ну не слабее, по крайней мере. Но я не знаю, это надо, я не могу сказать, он же по боксу все равно профильный ММА-чник, но он очень жестко бьет. И у него очень хороший тренер, я вижу, как он прям на ударную дистанцию выходит и 3-4 удара. Если там застояться перед ним, то это чревато последствиями. Вы всегда говорите конкретные комбинации Маги на бой, вот что было здесь самой рабочей? Вот сам смотри, у нас работа была отдельно по нижнему корпусу. Пробивать надо было жесткие удары туда, чтобы человек, это избивает рейтинг-боксера любого. Если жесткий удар, попадание в корпус, человек уже по-другому работает. Понимаете, это там не ММА. В ММА может быть это опасный, там могут колено встреть. В ММА еще другая работа. В боксе мы больше упор делали на корпус, плюс переводом на голову комбинации. И все получалось у него практически. Молодец. А что корректировали между раундами? Мы говорили, ту же самую работу делал, повнимательнее. Все, он все четко делал, что надо было корректировать. Я ему просто говорил, с чего начинать. Например, в одном раунде я говорил, начинаешь, дернул 1-2 и показываешь. Без ударов заходишь за ногу, бьешь живот. В другой раз говорю, опять дернул 1-2, дернул, продолжил, ударом, ударом. Например, начало я ему подсказывал, а дальше оно шло, как шло. После начала мы, я говорил, что делать, он делал, а дальше он газовал. Два вопроса от меня. Есть шанс, что Магомед до Рамадана выступит где-то в ММА? Нет, нет шанса, мы только будем сейчас... Александр Шлеменко, я говорю ему. Он верил в нас, и кто еще верил в нас? Александр верил кто? Еще верил кто-то. Мы не подвели тебя, дружище. Еще кто-то верил. Подожди, кто-то верил, но дыру не проделали в нем. Но я не говорю, и не говорите, что он не в форме был. Он был в нормальной форме, где он мог зацепить Мухаммада. Просто Мага была намного быстрее, кто там говорил, дыру проделает. Нет, Мухаммад четко заходил за ногу ударами, где создавал неудобства для него. Понимаете? Вы не думаете, что Мага боится, что он с детства боксирует? Серьезно говорю, и он не даст соврать Руслан Хаиров, это главный тренер сборной Дагестана сейчас по боксу. Он когда в зал приходил, он с мастерами, Мухаммад работал. Неплохо. Он говорит, ты чемпион Дагестана без пяти минут. Руслан Хаирова слова. Это человек, который на Олимпиаде боксировал, на Европе. Ну, извините, за Азербайджан. Есть шанс, что еще раз по боксу появится? Ну, все зависит от того, что бой сейчас проведем и потом видно будет. Конечно, мы хотим, хотим вообще, я скажу. Мы хотим Джейк Пол или кто там, Логан Пол. Мы тебя сломаем. Мы тоже только забыли. Да, так что, это братичка ты наш, ты попал. Рамазан, вы много показывали комбинацию в раздевалке и в углу в перерывах. Вы довольны, как Мага? Конечно. Он сделал, можно сказать, на сто процентов то, что мы делали. Но без рисков не бывает, пропускал опасные. Ну, это же бокс. Один удар можно нокаутировать. Очень хорошо. Самое главное, он после ударов смещался больше головой. Вот это было. Главное не застаиваться, чтобы не было так идти тупо удар принимать, либо дистанцию. Ну, там много работы сейчас объяснять. Это боксеры знают. Просто у него она получается. И благодаря Всевышнему мы выиграли. А сегодня 24 число. Когда вот последний раз он спарринговал? 25-й. 25-й, да. Когда спарринговали? 8 дней назад. Спасибо еще. Я забыл клуб. Какой-то клуб. Там спарринг-партнер был сильный. Последний. Прям в копию, в копию Дурадолу исполнял. Даже получше исполнял Дурадолу. В Москве да было. Он перекрывал. Он левша сам. Он менял стойку. Он менял фронтальную стойку. И прям шел. Как сказать? Чем Дурадолу? Десять раз больше создал. Где Маги больше неудобств даже создал. И поэтому под него подстроиться было легче. Спасибо. Еще там были два спарринг-партнера. И еще тяжелее. Короче, Иса Ахрунов. Иса Ахрунов организовал спарринг-партнеров. Спасибо. Он тоже очень непосредственно участие принял. Спасибо Равиду, тренеру по боксу. Мы совместно его готовили. Где-то Равида комбинация фишки, где-то мои. И совместно получилось, что получилось. Рамазан, а был хоть один такой спарринг, после которого вам тревожно стало? Вот вы посмотрели и подумали. Вот последний спарринг, я же говорю, который копировал Дурадолу. Последний спарринг. Чуть-чуть у Мага. И он пришел, как сказать, невыспавшийся, вялый. Но через... Не хочу. Заставил себя работать. Очень были тревожные моменты. Он после ударов заставился. Ну, до этого все четко было. Ну, вот последний спарринг. Но я говорю, этот последний спарринг, наоборот, хорошо, что он так плохо провел. Почему? Потому что, когда человек последний спарринг плохо проводит, у него резервы собираются, резервы он уже... А когда ты идеально последний спарринг проводишь, ты уже думаешь, а, я так, и ты можешь вообще по-другому будет сложиться. Я знаю, я наоборот, доволен был, что последний спарринг был тяжелый. Вот так. Я буду сказать. Что из этого можно будет использовать в бою со Шлеменко из ваших наработок? Ну, в бою со Шлеменко будет борьба. Вольные проходы будут борьба. Так что, мага, что бы ни говорил, будет готовься бороться, Александр. Проход ноги дагестанские. Ну, Александр Красавчик, я уважаю его как человека, спортсмена. Этот бой тоже он заслужил, в первую очередь, в финансовом плане. Чем? Даже этот бой проведет достойно, все, может завершать карьеру. Если выиграет, на что я не делаю ставку, то может еще какой-нибудь денежный бой провести. А так, это бой достойное завершение его карьеры, это бой, я так думаю. Так же и для Мухаммада, я думаю, что я так хочу, но потом у нас что-то происходит, и еще там бои нарисовываются. Понимаете, я вообще хотел, чтобы после Вадима уменьшил, чтобы завершить карьеру. Думали, поезд заберем, завершим. Но видите, получилось как получилось. Даже ему за это спасибо. Вот как его? Ну, как спасибо. То, что он проиграл, у нас еще и желание появилось. Понимаете, думали завершить поезд забрать. Ну, короче, вот так. Спасибо вам, Роман. Прям классно было. Спасибо. Мы закрываем.